Слава и благодарение нашему Господу за то, что Он нам даровал и сегодняшний день, чтобы мы были в Его присутствии друг с другом, в общении и в назидании Словом Его. Я хотел бы для нашего общего назидания предложить место из Священного Писания. Евангелие от Матфея, 6 глава, 31-33. Матфея, 6 глава, 31-33 стих. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники. И потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царствие Божие и правды Его, и это все приложится вам. Эти слова Господь сказал народу в Нагорной проповеди. Иисус определил приобрететы в жизни человека. Немногим ранее в 24 стихе Он говорит, не можете служить Богу и мамоне. Под мамоной Господь подразумевал не только материальные богатства, в том числе и деньги. Среди слушающих Его вряд ли было много представителей, которые имели достаток большой или богатство какое-нибудь. Но Иисус имел в виду другое богатство. Он имел в виду богатство мира сего. А мир богат многим, которое характеризуется одним словом – грех. В том числе и богатство. Стремясь к которому, сделав это приоритетом в своей жизни, можно сделаться Его слугой. И Иаков в первой главе 27 стихом говорит, «Храните себя неоскверненным от мира». Мир оскверняет. И Господь предостерегает нас от этого. Почему понадобилось говорить об этом? Ищите же прежде всего. Прежде всего. Царство Божие. Потому что все люди находятся в состоянии поиска. Все чего-то ищут. И это вполне понятно. Заботы о хлебе насущном, что есть, что пить, во что одеться, они всегда стояли на первом месте. И Господь говорит об этом. Но тем и отличается человек от животного, что у него есть и другие интересы, другие поиски. Поиски достатка, независимости, беззаботной жизни, любви, развлечений, острых ощущений и так далее. То есть, человеку недостаточно иметь только то, что есть, пить и во что одеться. Ему хочется чего-то большего. У кого желания скромные, а кто желает получить от жизни побольше, и как водится, мы знаем, это же аппетит приходит во время еды. Это видно по тем, кто дорвался до власти, вкусил благ мира сего, и которых от кормушки, то есть от мамоны, невозможно оторвать. Разве что только ногами вперед. Мы помним, как одного нашего спикера пришлось выносить из кабинета в кресле. Так не хотелось уходить. Человек стоит на распутии, как витязь. Что выбирать, что искать? Бога или мамону? И что же? Псалом 13, 2-3 стих. Господь с небес презрел на сынов человеческих, чтобы видеть, есть ли разумеющий и ищущий Бога. Разумеющий. Все уклонились. Сделались равно непотребными. Нет делающего добро. Нет ни одного. Поэтому мы и нуждаемся в спасении. Нет ни одного человека, который бы не нуждался в этом спасении. Куда уклонились? В сторону от прямого пути. От Бога. К мамоне, к миру всему. Иисус призывает. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его. Поставьте на первое место. Сделайте это приоритетом в своей жизни. А как же Его найти, это Царствие Божие? В Древней Греции жил один философ, Диоген. Кто-то, может, слышал о нем. Он ходил голый по улицам, жил в бочке. Так вот, однажды Его увидели ходящим по улицам города среди бела дня с горящим фонарем. На вопрос, что Он делает, Диоген ответил, ищу человека. Как всегда, в таких случаях, какие могли возникнуть мысли. Ну, чудит старик. Это самое, что лояльно можно было сказать. А в большинстве случаев у человека не все в порядке с головой. Но тут как раз все было наоборот. У Диогена с головой, в отличие от других, было все в порядке. Ну, что же Он хотел показать? А то, что даже в многолюдном городе найти человека с большой буквы невозможно даже в полдень с фонарем. Но вот такой человек появился. Даже не ищущий Его, поговорив с Ним всего несколько минут, сразу понял и определил. Все человек. Иоанн в 14 главе 6 стихом говорит. Человек об этом человеке. Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит как ЦУ, как только через Меня. Это сказал наш Господь Иисус Христос. И вот в чем парадокс. Кто-то ищет человека с большой буквы и не может его найти. А человек с большой буквы сам ищет людей, ищущих Его, истинных поклонников. И мы помним, что вначале Он пришел к Своим, как Ему казалось, к Своим. Но те Его не приняли. Почему? Да потому, что они искали Своего. Такого, как они сами. Грешного человека. Мы помним, о чем думали евреи. Придет Спаситель, изгонит римлян, станет Царем. То есть, грешный человек будет Царем таких же грешных людей, как и они. А пришел сам Бог. И начал с того, что нас стал обличать и призывать к покаянию. Так как не войдет в Него, в Царство Божие, ничто не чистое и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у ансов книги жизни. А те, которые Его искали, искали не Его, а Своего. И Господь это видел. В 6 главе, 26 стихом Иоанн Гелетриана Господь говорит, истинно, истинно говорю вам, вы ищите Меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились. То есть, они думали о земном, о хлебе насущном. Даже когда Иисус говорил народу об истине, нам хлебе, сошедшем с небес, имея в виду себя. Они не понимали, о чем Он говорит. Говоря, подавай нам всегда такой хлеб, народ продолжал думать о хлебе насущном, для тела, а не для души. В разговоре с Самарянкой Иисус отвечает, каких поклонников ищет Себе Отец Небесный. 4 глава, 23 стих Иоанн Гелетриана Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе истины, ибо таких поклонников и Отец ищет Себе. А что такое истина? «Я есть истинный путь и жизнь», сказал Иисус Христос. «Время настало. С приходом Иисуса Христа истинные поклонники Бога обрели пастыря доброго, объединившего их церковь свою, в которой есть тело его. И очень бывает прискорбно, когда тело Христово подвержено недугам мира сего». Читаем в послании апостола Павла Филиппийской церкви такие слова. Вторая глава, 19-21 стих. «Надеюсь же в Господе Иисусе вскоре послать к вам Тимофея, дабы и я, узнав о ваших обстоятельствах, утешился духом. Ибо я не имею никого равноусердного, кто бы столь искренне заботился о вас, потому что все ищут того, а не того, что угодно Иисусу Христу». Кто такой Тимофей? Это служитель Божий, нерядовой. Он имеет право рукоположения. Помощник апостола Павла. У апостола Павла было достаточно соратников, но я не имею никого равноусердного. Почему? Потому что все ищут своего. А кто такие все? Во втором послании апостол Павел сообщает Тимофею обстановку в своем окружении. А это все братья-служители, помощники, соратники. Второе Тимофея, первая глава, пятнадцатый стих. «Все осийские оставили меня, в числе их Фигел и Ермоген». Апостол Павел упоминает двоих помощников своих, соратников по имени. Может быть, он на них имел особую какую-то надежду, может быть, он хотел, чтобы они побылись с ним дольше, но все ушли, и те, на которых надеялся, тоже. В 17-18 стихом мы читаем «Таковы имене и Филит, которые отступили от истины». То есть, от чего? От Иисуса Христа. Говорят, что воскресенье уже было и разрушает у некоторых веру. Это тоже помощники. Но они уже сказали, что было воскресенье, хотя Иисус и не приходил. Они народ отвлекают, уводят от истины. В 4 главе 10 стихом мы читаем так же «Ибо Димас оставил меня, возлюбив нынешний век, и ушел в Фессалонику». То есть, полюбив мир сей, мамону, то есть, все прелести всего мира. Это только те, которые были с апостолом Павлом. А сколько таких по другим церквям было? А сколько таких сейчас? Поэтому, обращаясь к верующим церкви в колоссах, апостол Павел напоминает им 3 глава 1-2 стих. Итак, «Если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога. О горнем помышляйте, а не о земном». А воскреслили со Христом, можно определить просто. Если посеянное Господом не заглушается заботами века всего, если временное обольщение богатством и другими пожеланиями не возобладало над вечным, то мы на правильном пути. Мы никуда не денемся от проблем и забот о насущном. Но ищем же прежде всего Царство Божие и правды Его. И Господь все это, в чем мы нуждаемся, приложит нам. Слава Ему за это. Аминь. Помолимся. Аминь.